В первую очередь расскажу вам одну историю. Общая, всеобщая женская жалоба бывает, когда вы мужчины разговариваете о религии, когда вы рассказываете, вы всегда ущемляете права женщины. Ну не то чтобы ущемляете, вы говорите всегда в свою пользу, а в пользу женщины вы не говорите. Вот такая жалоба бывает. И в этой связи мы расскажем две истории. Первая, это нехорошая женщина. Ну не слишком нехорошая, интересная тоже. Из книги Кудьяла, царь Афанеку де Сирву, у одного царя одного царя посетил один рыбак, который поймал очень редкую такую рыбу, которую до этого никто не видел. Рыба без названия. Царь, удивленный, очарованный этой рыбой, дал ему 4000 монет. Этот рыбак тоже с удовольствием ушел. Эта жена, королева ему говорит, ты с ума сошел? Как ты можешь 4000 рыбаку давать, когда ты визируешь, там будешь 10000 давать или 8000? Он скажет, чуть больше рыбакам не дал. Царь, как ты можешь вот так, такой расточительный быть? Он говорит, удивительная же рыба. Нет, говорит, ты должен его там вернуть эти деньги. Он говорит, как я верну? Я же к царю, я уже отдал их, как я заберу? Она говорит, ты позови его и скажи, это рыба самка или самец? Если он скажет, что это самка, ты скажи мне самец нужен был. Если он скажет наоборот, ты скажи наоборот. Позвал он его и говорит, спрашивает, какого пола это рыба? Он говорит, смешанного пола. Ну, ошибка природы, говорит он. Так, посмеялся, так же, как и вы, он тоже посмеялся. Царь, он чуть дольше тоже, наверное, смеялся. И дал еще 4000 ему. Потом, уходя, он уронил одну монету. Уронил, бросил этот мешок, схватился за эту монету и забрал. И эта жена же злая на него, королева. Она говорит, смотрите на него, такой бесовестный. Откуда вот сам того не подозревая, еще 4000 получил и за одну монету, смотри, как он ухватился. Верни его там, поругай его хотя бы. И так далее. Не оставила она этого царя. Он говорит, оставь до его покоя. Нет, не оставила. Верну его. Он говорит, не стыдно тебе? Как ты можешь вот так, таким алчным быть? Он говорит, на этой монете с одной стороны фотография твоя короля. С другой стороны твое имя. Я не хотел, чтобы короля имя или фотография под ноги там валялась. Поэтому, говорит, я его поднял. Твой адапт делал я. Он еще 4000 дал ему и издал указ, женщин не слушат категорически. Так, я желаю, чтобы вы такими не были. Я изначально говорю, что вы не такие. Потом, чтобы не стали, говорю. Дальше другая женщина, это хорошая женщина. Один человек, во время других пророков, прежних пророков, один человек очень хорошее какое-то поклонение Всевышнему Аллаху делал. И вознаграждение Аллаха через своего тогдашнего пророка к нему послал послание, что Аллах дает этому человеку богатство. То есть, половина жизни он будет богатый, а половина жизни он будет бедный. Сперва, каким он хочет быть, богатым или бедным? Спросил Аллах этого человека через пророка. И он говорит, когда его спросили, этот человек говорит, что с женой надо обсудить. Пошел домой и обсуждает этот вопрос с женой. Жена говорит, сперва богатство выбирай. Он говорит, ну нам же трудно будет после богатства бедность терпеть. Логично, да? Она говорит, все равно выбирай, я знаю, что я делаю. Послушался ее, выбрал. И разбогатыл он. Она сказала ему, теперь Аллах тебе богатство дал, теперь ты это богатство делай так, как ты ее велит Всевышний Аллах. Делай садака, помогай обездоленным и так далее. Вот такой совет дала ему. Он поступил таким образом, и когда прошла его половина, Аллах его следующую половину тоже богатым же оставил. Почему? Потому что он его израсходовал так, как положено. То есть вознаграждение за его вот такое поведение, Всевышний Аллах оставил его таким же богатым во второй половине жизни. Так, я желаю, я сперва хочу сказать, что вы наверняка такие, и желаю, чтобы вы стали еще лучше. Так, теперь приступая к нашей основной теме, мы будем говорить сегодня о том, что нас беспокоит. Ибн Хаджар Ас-Калани был такой великий хафиз, великий человек был он. Этого человека учителя радостно обсуждали с друг другом тему о том, что люди, которые приходили на наши лекции, они стали приходить на его лекции. Почему? Спрашивают. Он один другого. Лекция нашего ученика. Почему они больше люди стали посещать, чем наши? Он говорит, ты о каком-то намазе говоришь. Я всегда говорю о том свете, о загробной жизни. А он, Ибн Хаджар, он говорит о том, что она болевшим, о том, что беспокоит людей. Вот это он говорит, поэтому люди к нему подтягиваются, приходят на его лекции больше, чем на наши. Поэтому мы будем сегодня говорить о том, что тревожит нас. Это все мы частично знаем, что мы обращали на это пристальное внимание. Первое дело, люди, взрослые люди, наши уважаемые дедушки, бабушки, родители, они жалуются на то, что у молодежи нет адаба, то есть невоспитанная молодежь. Вот на это у них огромная жалоба. В первую очередь у них нет уважения к старшим. Теперь, допустим, раньше я конец этого видел. Когда я играл со спичками, где-то поджигал что-то, будучи маленьким, я хорошенько смотрел во все стороны. Это вдали от дома. Меня беспокоил тот факт, что какой-то взрослый, совершенно посторонний, прохожий человек может прийти и поругать меня. Меня этот вопрос беспокоил, и я очень осторожно проказничал. Сейчас я вижу молодых, вы тоже, наверное, видите, молодых, таких маленьких детей, курят которые. Курят перед взрослыми людьми. И этот взрослый человек, он не может ему сделать замечание. Почему? Потому что не то, что этот мальчик может ему нецензурщиной ответить. За него могут заступиться его доблестные родители. Доблестные, это в кавычках. Они могут даже за него заступиться, когда они должны были благодарить этого взрослого человека. Стекла там, если где-то нужно сломать, где-то в школе, или где обычно дети стекла ломают. Вот в таких заведениях обычно. Если надо будет стекла, нужно было проказничать и сломать стекла. Боялись, не ломали. Почему? Потому что взрослый человек может проходить и сделать замечание. А сейчас вот этого уже потихоньку нет. Почему? Потому что эти стали невоспитанные, родители их не воспитывают, этих детей так. Дальше, какое дело? Наши дети. Вот так говорят они. Ошибка страшнейшая. Дальше, вместе с относительно преподавателей школьных вузов. Вы, когда идете в школу, вы за своими детьми, вы спрашиваете учителей в первую очередь не об оценках, отметках, а о том, как он разговаривает с этим учителем. Вот это нужно спрашивать. Эти, каких бы вузов я не был, все учителя говорили, пожалуйста, расскажите что-нибудь о отношении к учителю. Расскажите. Вот мне отдельно лекции по этой теме никто не проводил, но когда мы изучали вот в начале вот нашей религии, вот изучение исламской религии, нас там обучают. Учитель, это святой, значит, учитель, одну букву, кто тебе научил, ты почти считай его слуга, кто тебе одной буквы научил. Вот так. Таким образом нас воспитывали, и когда мы там учились, были у нас однокурсники, которые, во Аллахе, спиной не поворачивались к учителю, в лицо не смотрели, когда разговаривали. И вот так уважение проявляли к учителю, вот это уважение от того, что мы к этим учителям проявили, когда мы начали преподавать, стыдно бывало. Молодой парень, старше даже, чем я, он вот так обходил меня. Вот так. Не в лицо не смотрел этот человек к мне. из-за того, что я его учитель. Вот так воспитывали там нас, так мы проявляли уважение к этим учителям, и только за это эти ребята тоже, которые перед нами учатся, они относятся к нам вот так же. Поэтому детей надо на это тоже нужно обращать внимание, как относятся они к учителям. я помню всех учителей по отчеству они бывают. Всех. С первого класса Ольга Федоровна ее зовут. В первом классе учительница была у меня. И с этих пор, которые до конца, которые были у меня учителей, всех я помню их. Да вознаградит им Аллах. Часто я им дуа тоже делаю. Я с вами разговариваю, потому что они меня научили на русском языке нормально разговаривать. Я знаю, что такое дуа жидуа, потому что они меня научили. Если бы я это все не знал бы, какое название человеку, который не умеет на русском языке разговаривать в нашем обществе, и который не может считать и вычислять нормально. Этот человек безграмотный человек. Они меня не допустили, чтобы я был безграмотным. За это надо этих людей уважать. Я видел интернет и сайты наши дагестанские ребята из вуза, они издеваются над учительницей, не дают ей проводить урок. Эта учительница кричит на них, другой, который снимает на камеру, он говорит, вот интересно будет, сейчас мы это на интернет поставим, интересно будет. Взрослая женщина, ей 50 или 60 лет, всю жизнь, которая там преподает, эту женщину, они уже чуть-чуть с ума свели. Эту интернет увидел отморозки. Вот такими, чтобы наши дети не вырастали, нужно вовремя давать, акцентировать на это внимание, уважение к старшему и особенно учителю. Другое отношение должно быть. Этот человек тебя формирует, лепит он тебя. Дальше, теперь поговорим о женщине, которая проходит по улице. Надеюсь, вы не столкнулись с этим неадекватным поведением наших земляков на улице. Надеюсь, вы не столкнулись с этим. А те, кто сталкивались, сталкивались, очень последствия были плачевные. Очень нехорошо относятся. Наши молодые ребята, наши земляки очень нехорошо относятся к прохожим женщинам. Значит, не дай Аллах, если эта женщина чем-то этому парню не угодит. Он даже может на совершенно посторонную взрослую женщину руку поднять может. Такие моменты у нас есть. Теперь хочу сравнение сделать. Хорошо, к счастью, мало, меньше есть и так далее, но имеет место быть. В Махачкале есть, жалуются люди. Вот недавно я вернулся за границу. Там женщину вы после вечернего ночного намаза на улицу идете, да, вы? Я не иду, вы идете? Женщину мы не пускаем. Я сам тоже стараюсь не выходить на улицу. Почему? Потому что я не ощущаю себя в безопасности там. И кого я боюсь? Нашествие инопонятя, что ли? Я боюсь своего же соседа, своего же земляка боюсь. Опасаюсь. Боязнь, это не наше слово. Опасаюсь, что получится лишний разговор. Я свою жену, супругу, сестру и так далее не отпущу на улицу вечером. А я был за границей, в Дубае, в этом Дубае живут французы, американцы, японцы, индусы, кто только там не живет. И все разные богатые, бедные, уборщики и так далее. Там ночью в 2 часа ночи если женщина выйдет на улицу, ей не то, что никто не причинит вреда. Грубого слова с повышенным тоном, ей никто не скажет. Никто. Начиная с уборщика, заканчивая миллиардера долларов. Вот такие люди бывают там, миллиардеры на этих дорогих машинах едят, ездят там. Вот эти люди грубое слово им не скажут. Вот такая разница есть. Это тоже отсутствие воспитанности. Это у него, этот ребенок чувствует за собой крышу, надежную крышу, дядю или кого-нибудь чувствует за собой он, который поощряет его эти действия. его вот эти неадекватные действия воспринимаются к сожалению как дерзость. Дальше насчет детей. Вот маленький мальчик стоит на очереди закусочной на очереди чтобы сделать заказ. Приходит чуть-чуть возрослее парнишка и говорит ему excuse me можно я возьму вот этот свой готовый заказ. Вот такой маленький мальчик был там второго класса, другой был чуть-чуть постарше он ему говорит извините можно я возьму это свой заказ готовый. Вот так вежливо разговаривают люди улыбаются здравствуйте говорят я с хмурым лицом ни одного иностранца там не видел. Индус он три года там работает он три года работает он один показывает мне фотографии своего сына у него сын родился он его не видит и не увидит он через целый год два года он его еще не увидит он работает вот так там в таком положении он ни одного грубого слова от этого человека не слышал более того я его не улыбающимся не видел поэтому труднее чем мы многие из нас они живут эти люди но в то же время идут себя правильно хотя и не мусульмане по исламским законам себе идут сквернословие сквернословие хорошо что вы не бываете различных кафе или ресторанах чтобы не слышать вот это сквернословие на весь голос от некоторых наших соотечественников и они думают что это вот так у них они такие крутые они и они не злые они не дерутся там когда люди дерутся они могут там нечаянно что-то сказать у них все совершенно спокойно они спокойно разговаривают вот этим плохим мерзким сквернословием на это тоже нужно обращать внимание с пеленок нужно обращать внимание ребенок говорит что-то плохое дурак или что-нибудь такое или там грязное слово говорит родители радуются как он это интересно сказал маленький ребенок ну надо же ему сказать Аллах скажи пожалуйста Аллах Мухаммад такие вещи бисмиллях скажи вот таким вещам же надо его учить они радуются когда он плохое грязное какое-то слово говорит дальше идет у нас гордость грехами то есть люди молодые ребята гордятся друг друг вот я вот так сделал вот так сделал грехами своими гордость они показывают но этим радуются они грехом любой маленький грех если этот человек посчитает этот грех маленьким или если этот человек обрадуется за этот маленький грех этот грех становится больше большого греха зачем я вот это все вам говорю Эта женщина, в частности, не касается, это касается парней, молодые ребята это в основном делают, за тем, что вы будете матерями, вы все будете ими, кто есть уже. Нужно обращать на это внимание. И вот говорят, в чем причина, что же делать теперь? О, бабай, что делать? Теперь, некоторые сваливают это вину на общество. Часть общества, он сам на общество сваливает это. Вот, говорит, несправедливое отношение власть имущих. Вот меня милиционер там несправедливо оштрафовал, поэтому я такой плохой. Дальше, другие говорят, что работы нету, отсутствие занятости и так далее. Религия говорит, основная причина отсутствия воспитания детей, своевременного, в духе ислама, воспитания нету. Не дается воспитание. Воспитание должны давать кто? Особенности воспитания даете вы. Самое особенное воспитание даете вы. Теперь, вот, спросите сами себя, не нужно руки поднимать. Кто из вас знает дуа, которую читают при одевании одежды? Когда одевают одежду, какую дуа надо читать? Так, теперь, если кто знает, когда он его узнал? Это тоже спросите. Я, как себя помню, знаю эту дуа. Альхамду лилляхи ладзи касани мауа рибихи авратива а таджамма любви финнас. Это я с книги не учил. Это мне мама читала каждый раз, когда на мне что-то одевала. Она говорила, я повторял за ней. Сейчас у меня мальчик, когда она его одевает, ему читает, он тоже слушает. Он сейчас пока не может повторять. Когда он может повторять, он уже будет повторять. Вот, это вы делаете. И основной вклад в это вы вносите. Потому что отец, он там где-то бывает сейчас. Вот сейчас я где? Я вот здесь сейчас работаю. Мой сын, где он? Он дома. С вами он. Поэтому, на этой вещи, как она может его обучить этим вещам, когда она сама не учит? Есть возможность, есть. Посмотрите, в исламский магазин зайдите. Что нужно читать, когда входишь, когда выходишь, там, с правой ноги входить или слева и так далее. Все. Это то, что мама должна знать и мама должна этому уделять внимание. Вот тогда станет ваш ребенок воспитанным. Тогда он не будет проявлять вот это неуважение. В первую очередь к вам. Если даже что-то грубое, значит, я скажу, если она, моя мать мне скажет, ты, ты кто такой здесь? Ты не знаешь, что ли, кто? Если она мне напомнит, я с ней ничего не смогу ей сказать. Хочу, потому что я знаю уже ее статус. Вы должны этот свой статус поставить у этих детей. Если вы не поставите, от того, что вы его сынок, сынок будете гладить по голове, он не будет относиться к вам таким же образом. Дальше, с каких пор надо воспитывать? Кто-то говорит, там нужно семи лет, кто-то говорит, не, не, с рождения и так далее. Кто-то говорит с выбора невесты и потом начинает предъявлять какие-то условия невесты. Ва, невеста какая должна быть? Она должна быть и религиозная, и такая-то. Подождите, это все правильно. А ты? Ты каким должен быть? В первую очередь, мужчина должен себя спросить, ты кто такой? У тебя есть условия? У самого-то есть определенные требования, которые ты предъявляешь твоей будущей невестой? У тебя есть у самого? Таубу сделай в первую очередь. Потом спроси себя, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Поверьте, у многих нет ответа на этот вопрос. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Детский вопрос. Один говорит мне, космонавтом хочу стать и смеется. Нет ответа. Молодые ребята лет 30, 25, они не знают вообще свое место в обществе. Что они должны делать, как они, с чем они должны жить. У вас тоже должен быть ответ на этот вопрос. Так, поставил себе условия, там, исправил себя, стал нормальным теперь. В первую очередь смотришь на женщину, говорит пророк, салам, учитывая религиозность этой женщины, остерегайся красивой женщины, которая появилась из нехорошего места. Красивая женщина, которая появилась из нехорошего места. Она может тебя погубить. И так далее, есть определенные условия. Короче, религиозность. Я доселе не видел еще, не слышал, что брак заключенный из-за денег оправдал ожидания. Такого не было. Я видел, как люди из-за денег заключали брак, и потом их ожидания не оправдывались. Эти люди своими денежными средствами даже настолько, как бедные люди даже они не помогали. Поэтому брак, заключающийся на основе денег, вот такой бывает. Он обречен на провал. Еще одну историю я вам расскажу. Один человек был, его звали Юнус. У него был один слуга, которого звали Мубарак. Этот Мубарак, он отправил его в свою дачу, чтобы стереть вот этот свой сад, виноградный сад. Когда он пошел, у него была красивая молодая дочь, ее сватали разные авторитетные люди. К нему пришел этот человек, потом не знал, за кого отдать свою дочь, и пошел к этому своему слуге на дачу, чтобы обдумать там, побыть в одиночестве, как говорится. Он говорит ему, принеси виноград. Он приносит, он кислый оказался. Он говорит, другой принеси сладкий. Он приносит, этот тоже, говорит, кислый оказался. Он говорит ему, нет, ты не знаешь, что ли, где у нас сладкий виноград, а где кислый? Он говорит, не знаю я. Ты не кушал, что ли, один виноград, говорит он ему. Он говорит, нет. Ты же мне здесь виноград кушать не поставил. Ты поставил меня здесь присматривать. Понял, что богобоязненный человек, и спросил его. Вот меня дочь сватает, разные люди. Что мне делать? За кого отдать? Он говорит, я кто такой, чтобы тебе отвечать? Я твой раб, говорит он. Ну ты скажи все равно, говорит он. Он говорит, раньше до прихода ислама отдавали за тухум. За то, за хорошее племя. Если семья хорошая, за этого. Когда ислам пришел, уже начали отдавать, смотря на религиозность. Религиозный статус человека. Потом, уже время прошло, религиозность, когда у людей ослабла, начали отдавать за богатого человека. Ты какой хочешь выбирай, говорит себе. Ты религию хочешь, богатство хочешь или тухум хочешь? Какую хочешь выбирай. Тогда тоже он был очарован его ответом и сказал, давай я за тебя выдам, свою дочь. За своего раба. Он ему говорит, у меня тухум какой может быть? Если по всем трем критериям. Тухум, у меня тухума нету. Я твой раб. Дальше, религиозность. Ты здесь имам большой, там человек, религиозность тоже какая у меня может быть? Хотя он был религиозным, это скромность. Дальше он говорит, и богатство, твое имущество, говорит. Как я могу быть богатым? Пошел домой, и он жену спрашивает. Вот такой разговор у меня состоялся с нашим рабом. Я хочу за него нашу дочку. Выйдет дочку, которая сватывает различные цари и так далее. Эта женщина что ему ответила, вы думаете? Она говорит, ты же муж. Чудесный ответ дала, невероятный. Ты муж, говорит, ты же знаешь. Твоя же дочка, говорит. Он говорит, так не бывает. Спроси дочку. Дочка что ответила? Вы с ума сошли, сказала, да? Она сказала, вы же родители, вы знаете больше, чем я, что для меня лучше. Такие удивительные люди тоже были. А она потом говорит, а хорошо, выдал он дочку, освободил от рабства своего раба и выдал за нее. У них родился сын, которого звали Ибн Мубарак, Абдуллах Ибн Мубарак. Так, в религиозных книгах от начала до конца этого человека имя бывает везде. Их ребенка имя везде бывает. Ибн Мубарак сказал так. Ибн Мубарак отметил вот так. Вот такой великий человек родился у них. Так, многие цари были, многие такие миллиардеры были тогда. И что они, где они про них, что где написано про них? И перед Аллахом тоже, где они? И вообще истории тоже, где они вообще? А этот Ибн Мубарак, их сын, везде, в религиозных книгах, есть весть об этом человеке. Вот так мы просто зерно, когда вкладываем, мы просто хотим сейчас сразу же на дерево, хотим вложить. Но надо на зерно вкладывать. И у каждого своего этапа есть определенный. Теперь выбрал невесту, взял ее домой. Как ее, как она должна прийти к тебе? Какие адабы в этом месте предусматривать? Это отдельная тема. Какая должна быть у тебя свадьба? Как ты должен, значит, какое должно быть у вас взаимоотношение? Дальше, когда ребенок рождается, что нужно делать? Надо прочитать азан, значит, бисмиллях сказать, научить и так далее. Семь лет, уже когда он достигает семилетнего возраста, нужно что делать? Нужно намаз обучить. Вот я помню, когда первый раз намаз я начал делать, я вообще горд собой был, радовался так. Поощряли, вот ты сейчас намаз делаешь. И напоследок, вот есть определенный человек, этот человек является самым богатым человеком в мире. Естественно, он не мусульманин. К нему пришел его сын, и он говорит ему, мне нужны деньги, как начать свое дело. Он ему говорит, нотариально заверить деньги и нормально возьми, как положено. Потом вернешь мне через год. Почему он так сделал? Он самый богатый человек в мире. Почему он так сделал? Для того, чтобы как другой богатый человек был, который имел свои танкеры, нефтяной магнат. Этот же человек не дал своим детям, он вообще ничем они не занимались у него. Когда этот человек умер, эти дети не смогли перенести это все. Кто наркоманом стал, кто, значит, кого убил, все, погубил он своих детей тем, что дал им все, что они хотели. А этот что сделал? Этот заставил их работать. Поэтому, когда ваш ребенок рождается, вы принимаете его на работу. То есть, кушать ему еду, он должен заработать. Как, в бисмилляху рахмаму рахмаму, сказать. Велосипед он должен заработать. Как хорошие оценки там, или закончить. Я помню свой первый велосипед, когда я в Коране закончил, вот тогда мне купили велосипед. Зарплата должна быть у этого человека. Хочет он одежду тоже, пускай он зарабатывает. Каким-то своим, каким-то делом. Если он эту вещь не сделает, хоть он будет умирать, все равно нельзя ему это давать. Вот таким образом, когда люди делают, вот из таких людей вырастают серьезные люди. И этот человек, самый богатый человек, большую часть своего имущества завещал на благотворительности. Поэтому, вот эти, все вот эти моменты, которые мы не учитываем, их учитывают люди, которые к исламу никакого отношения не имеют. Они учитывают это. Они соблюдают эти вещи. Из-за того, что они это соблюдают, у них такой барракад тоже есть. Когда человек, даже не мусульманин, если он делает что-то благое, этот человек получает за это вознаграждение от Аллаха. Но в этом свете. Известная история, многие из вас, может, слышали. Два ангела встретились, один другому говорит, ты куда идешь? Ты откуда? Он говорит, я вообще с удивительного задания возвращаюсь. Какого? Там один плохой, значит, неверный, не мусульманин умирал. И он говорит, предсмертное желание, он сказал своим детям, я хочу вот такую-то жареную рыбу какую-то. Рыба, которая на этом, вообще их города не бывает, из Швейцарии, да, из Италии рыбу хочу я. И его эти дети не знают, что делать. Меня, говорит, этот ангел, говорит, меня Аллах отправил, чтобы из того моря, из океана я эту рыбу взял на озеро в их городе, чтобы их рыбак это поймал. И этих детей, чтобы я отправил эту рыбу этому человеку доставить домой. Кафиру. Человек неверный. Тот говорит, это ерунда, говорит, это то, что ты говоришь. Есть еще, я вообще с удивительного, с какого? Очень хороший, богобоязненный, хороший человек умирал. И он сказал мне, и он последнее желание говорит, я очень хочу пить молоко. Предсмертное желание самого хорошего человека. Когда ему несли это молоко, и когда это молоко ему принесли, он этот, я уронил это молоко, говорит, ангел. Молоко тоже упало, он молоко тоже не выпил, не выпил молоко, умер тоже, он говорит. Такой богобоязненный, хороший человек. А тот съел эту рыбу, насытился и умер. Теперь, в чем же мудрость всего этого? Этот неверный, плохой человек, он делал одно добро, за которое Аллах ему вознаграждение вот это дал. Чтобы на том свете он не имел никаких привилегий. А этот человек, у него еще остался один грех, и Аллах этот грех его смыл вот этой бедой. То есть, его желание было, и желание его не оправдалось. Он расстроился, боль почувствовал он. И умер, перешел в мир иной, уже без единого греха. Поэтому эти люди, почему у них развитая нация и так далее? Почему у них все так шикарно? Потому что они вот это используют, как полагается использовать человеку. Ислам это не только намаз и, значит, пост. Ислам это образ жизни. Они этот образ используют, правильно себя ведут, поэтому Аллах им дает. Все же от Аллаха идет. Если мы хотим, чтобы у нас тоже вот так было, чтобы Аллах нам создал вот эти удобства. Вот, в Дубае очень жарко. Очень жарко там. Но в любом помещении, там, как в раю, прохладно. Такого помещения там нету. Посмотрите, где мы сидим. Почему мы здесь сидим? Потому что мы вот эти вещи не делаем. Пусть Аллах даст талфик, чтобы мы вели себя правильно, чтобы мы воспитывали, в первую очередь, самих себя, потом наших детей, всех окружающих, правильному воспитанию. Спасибо.